Соломбальский мяч Турнир не только ежегодный, он проходит гораздо чаще Да, ну во-первых, у нас уже есть своя история То есть этот турнир проводится третий год подряд Ежегодно на площадке Соломбальского округа Выходят дети, молодежь, работники различных предприятий Оттачивают свое мастерство, набираются опыта, навыка И мы регулярно пытаемся проверить, чему они научились То есть все-таки раз в год или чаще? Нет, турниры проходят, ну начнем с того, что на площадках постоянно играют люди Это наша задача, чтобы это были, как правило, дворовые команды Те, кто сами объединились, сконцентрировались, собрались И вышли в свободное от работы, от учебы время провести, использовать свой досок Ну а после того, как они предварительно поиграют То есть мы проводим уже, можно сказать, отборочные турниры То есть не отборочные, а финальные турниры То есть они отобрались, а то уже на нашей площадке За призы и за медали выходит побороться наиболее сильный Вот как эта идея изродилась, вот эта футбольная инициатива Которая получила название турнир «Соломбальский мяч» Ну, вы знаете, идея, она, наверное, традиционная Мы с друзьями общались, разговаривали Вспоминали о том, как мы проводили свое детство Как мы на этих же площадках тоже играли Площадки были в достаточно запущенном состоянии Сетки порванные, настилы у нас там деревянные, они сгнившие То есть ноги сломаешь, мяч улетает Все довольно печально Ну вот, один из моих друзей сказал, что я, говорит, до 6 утра играл в футбол А потом ушел в армию на следующий день, да Другой говорит, что с детьми постоянно тоже, будучи детьми, они там постоянно играли Это было весело и интересно И вот мы как-то пообщавшись вместе решили, что, а чтобы нам не собраться Ни где-то там скинуться или своими силами не подремонтировать первую площадку Она у нас была на проспекте Никольском напротив СМЗ То есть мы решили поставить это дело в том числе и на поток Обратились за помощью и в Министерство физкультуры и спорта Архангельской области Попросили некую поддержку в мэрии Ну, скажу сразу, что, наверное, и нас не знаем, может быть, поэтому, да Мы ее на первый год не получили, поэтому своими силами сделали Увидели очень позитивный отклик Ну, а теперь поддержка есть? Забегая вперед, спрошу Да, хочу сказать, что в прошлый год и в этом году мы получали поддержку От Министерства спорта, от Министерства по местному самоправлению И от мэрии города Архангельска Ну, а теперь возвращаемся обратно на три года То есть первый турнир, когда вы своими силами его организовали Кто принял участие тогда? Тогда приняли участие у нас в основном дети То есть дети, которые проживают на территории округа Мы прошли по школам, объявили о том, что у нас это будет И, честно говоря, я не ожидал, что будет такой отклик То есть на первом же турнире приняли участие более... У нас более 25 команд То есть если это по 9 человек команда, то вы сами представляете То есть это 240 человек Плюс болельщики, плюс все там организаторы и все остальные То есть получилось все довольно ярко, красиво, здорово Но это затягивает, в том числе и нас И был второй турнир? Да, после этого мы как-то сразу, даже не раздумывая Прямо на этой площадке, проводя первый, договорились о том, когда будет второй Ну и потом вот пришла идея все-таки сделать это несколько системно То есть чтобы это было постоянно И сегодня мы уже ставим определенные задачи перед участниками турниров Для того, чтобы они их выполняли Вот что это за задачи, давайте об этом более подробно поговорим То есть только ли спортивная составляющая присуща соломбальскому мячу? Ну, думаю, что нет То есть соломбальский мяч, этот проект, он такой, ну, я думаю, что своеобразный Обычно инициатива идет, как правило, сверху, да, от руководителей Каких-то федераций, каких-то там, ну, тех же, да, мэрии, там, правительства области То есть за тех органов власти, наверное, да, которые заинтересованы в развитии и поддержке спорта В нашем случае это чисто частная инициатива, да, и плюс она общественная То есть мы считаем, что это довольно важно И насчет спортивной составляющей То есть вот мы со своими друзьями тоже, они предприниматели Кто-то строит, кто-то возит, у кого-то буксиры, там, у кого-то еще что-то Мы нашли, скажем, такой До этого нам непонятный Непонятную возможность общаться друг с другом То есть если раньше мы садились за стол переговоров Выступали в роли Партнеров деловых И деловых партнеров, и в том числе То есть я хотел бы, чтобы вы мне подешевле продали что-то Я, да, со своей стороны пытаюсь вам подороже То есть у нас было, ну, такое, да, на уровне какой-то взаимной Ну, где-то недоверие, где-то еще что-то То есть выкладывая деньги, скажем, на такие вот спортивные мероприятия Да, у нас появился кредит доверия друг к другу То есть мы стали к себе больше доверять Понимаете? То есть Наш бизнес взаимный, да, если у нас находились точки присоприкосновения Он становился гораздо проще То есть вот кредит доверия получился колоссальный Вот говоря о бизнесе и об участии в турнире Команды фирм, компании участвуют в нем? Да, у нас ежегодно турнир проходит как раз в августе Вот как раз 15-го числа будет турнир производственных предприятий Он тоже стал традиционный Вот третий год подряд, вот как раз в августе Мы проводим среди взрослых мужчин Потому что они обижаются, когда играют только дети И пытаются доказать, что они тоже что-то значат И что-то умеют, главное И да, и тоже принимают активное участие в спортивной жизни города Насколько компании, фирмы откликаются на ваши предложения? Кто участвует в вашем турнире? Ну, вы знаете, собрать на самом деле несложно У нас есть страничка ВКонтакте, да, футбол-салон была Туда может любой желающий зайти Анонсы наших чемпионатов, они там вывешены То есть можно с этим ознакомиться Увидеть фотографии и какие-то тексты о тех То есть отчеты Отчеты, да, о тех событиях, которые уже произошли То есть в принципе для тех людей, кто живет футболом Кто его любит, это интересно Ну и там же можно подать заявку Найти тот турнир, который ему интересен И принять участие Хочу отметить, что для команд-участниц это все бесплатно Вот насколько представительный турнир С точки зрения насыщенности командами То есть футбол и Архангельск это синонимы? Вы знаете, я думаю, что да То есть я вот говорил недавно, что я не ожидал Такого, скажем так, отклика со стороны И детей, и взрослых То, что это им действительно интересно И когда это организуешь, когда выдаешь Какие-то благодарности, поощрения, да еще и ценные призы Конечно, это приобретает, ну, такую массовость Вы как-то работаете по поиску команд? Вот вы сказали, что есть страничка в социальных сетях А может быть личное ваше участие? То есть насколько приходится активно поработать вне футбольного поля? Да, безусловно То есть мы ведь в любом случае в течение года ведем определенную деятельность Да, и общаясь с коллегами там, ну не знаю, по бизнесу Либо каким-то там коммерческим вопросом Все равно не будешь все время говорить о том, сколько стоит рыба там или доска То есть иногда хочется поговорить о чем-то еще Для мужчин футбол это интересная тема И поэтому, когда мы начинаем говорить о том, что мы это делаем О том, что это нам нравится О том, что мы находим здесь вот, ну, интересные и полезные моменты В каждой из этих ситуаций У нас как-то оживает опять же диалог У нас появляются новые темы для обсуждения Ну и после этого команды находятся сами по себе Ну не могу не спросить про команду фирмы «Интерстрой» Она участвует и как готовитесь, может быть, к турниру? Да, безусловно, участвует В прошлом году мы заняли третье место на производственных командах Это престижно считается победить в вашем турнире? Ну победить, я думаю, что да Потому что довольно представительные команды выходят Особенно там, где играют производственные Много участников, они играют в действующих командах, которые участвуют в турнирах городских и так далее То есть в хорошем смысле слова сильные профессионалы? Ну мы считаем так Да То есть насколько серьезные баталии вот это третье место Это для вас серьезные достижения? Вот вы как считаете? Ну я считаю, что да Еще раз повторюсь, что все-таки уровень команд довольно высок Ну те из тех, которые есть в нашем городе То есть приезжают и те, которые Ну многие из которых занимали призовые места на городских чемпионатах Да, и те ребята также мелькают и на наших площадках Поэтому с ними побороться зачастую бывает очень сложно Про команду не случайно спросил Вы как-то поощряете сотрудников, которые занимаются активно спортом? Ну конечно для сотрудников, во-первых, это для самих интересно Да, где-то мы небольшие освобождения от работы делаем То есть преференции есть? Преференции есть, ну и плюс то, что он занимается спортом Конечно, он у нас, как сказать-то, ну он на счету То есть он всегда может подойти и тоже в частном порядке Свой какой-то вопрос обсудить Ну это же легче, это же понятнее И он оставит интерес нашей организации Но не могу не спросить, во что выливаются интересы вашей организации? Чем вы занимаетесь? Что такое компания «Интерстрой»? Ну компания «Интерстрой» занимается производством Пиломатериалов, строительством деревянных домов в Архангельске Ну и общестроительными работами А как вы давно уже на рынке Архангельска работаете? С 2002 года, то есть в штат организации более 100 человек Специалисты довольно высокого уровня То есть постоянно есть определенный портфель заказов То есть мы работаем и с частными лицами, и с государством Но я не могу не отметить, что вы занимаетесь и благотворительностью Вот наглядный пример, это саламбальский мяч И помимо спортивной составляющей самого турнира В его рамках есть тоже благотворительное направление Да, вот давайте об этом поговорим То есть помимо того, что соберутся северяне и поиграют Есть еще хорошее начало в то, что называется помощь близким, да? Помощь людям живущим Да, безусловно, мы в этом году решили попробовать, так сказать И она у нас называется «Помоги собрать ребенка в школу» То есть по возможности кто-то из команд, раз они тем более производственные Может быть из руководителей предприятия откликнутся, им помогут И мы хотим собрать какие-то школьные наборы То есть передать его в те же саламбальские школы по потребности Там какие-то ручки, тетради, дневники и так далее Ну, считаю, что это тоже наш небольшой вклад в социальное благополучие нашего округа То есть это такое первое направление развития саламбальского мяча? Ну, одно из, да Для нас очень важен, наверное, в саламбальском мяче Все-таки еще вот с этого года мы начинаем новый формат Его проведение это все-таки дети и дворовые команды То есть если до этого к нам приходили уже состоявшиеся команды Некоторые из них, как я уже и говорил, да Они участвуют в официальных турнирах и пользуются поддержкой федерации и всего остального Вот сейчас после нашего производственного турнира, так скажем Будет в сентябре чемпионат для детей Это, как правило, ну там все возрастные группы, школьники Есть даже женские команды, уже третий год подряд они играют И с каждым годом все интереснее и интереснее на это смотреть Если раньше мячи летали в разные стороны И было только весело и смешно, да То сегодня, да, они стали чаще попадать в ворота Так вот, для того, чтобы этот турнир стал, наверное, поинтереснее И чтобы у детей появился мотив Мы решили и объявили, да, нашим партнером, участникам предыдущих команд То есть ребенок сегодня, который играет в состоявшейся команде Должен подобрать, то есть выступить в роли, по сути, тренера То есть он должен собрать свою дворовую команду И своих друзей, знакомых, которые живут в его дворе И выйти с ним на этот, на наш турнир поучаствовать Основные призы, награды и подарки будут как раз вот для вот этих участников Но с ними будут играть в том числе вот эти, так назовем, профессиональные команды, да Которые постоянно занимаются футболом Но они пойдут вне конкурса У них будет свой специальный приз Но победителем турнира будет считаться именно та команда Которую сделал вот этот дворовый тренер То есть я уверен, что это замотивирует ребенка, в первую очередь, да Которому сегодня там 10-14 лет Он проверяет свои какие-то, ну, наверное, лидерские качества, да Он научится не только самоорганизации, но и уже и организации изнутри И уверен, что такими небольшими шагами мы сможем все-таки начинать и воспитывать Нужного нам, грамотного, современного молодого человека Ну и главное, что человека физически развитого Поскольку много нареканий сегодня идет в адрес молодежи Которые погружены в планшеты, да, в мобильные телефоны И все меньше досуга проводят на улице То есть вы, в общем-то, готовы противопоставить этой идее, идею здорового образа жизни? Ну, вы знаете, за здоровый образ жизни, наверное, все Но когда это доступно, когда это интересно И когда это, ну, пускай даже на таком, на нашем дворовом уровне организовано Конечно, это становится привлекательным Изменились ли сами площадки, на которых ребята играют? Вот вы говорили, что начиная три года назад Поля оставляли желать лучшего Как сейчас? Где вы играете? Да, действительно, то есть мы больше сконцентрировали свои усилия На территории Соломбальского округа, да Там я вот и сам проживаю, и мои коллеги, друзья, с которыми мы все это начинали Да, за это время отремонтированы уже сегодня три спортивных площадки На полярной 2, это там, где у нас МЧС находится, пожарная часть 4 Сделана площадка Сделан деревянный настил, установлены ограждения Восстановлены ворота, натянута сетка Оттуда она пользуется большим успехом Вот напротив СМЗ, это на Никольском Там тоже, проезжая мимо, всегда видят, что она занята И это очень радует душу И в Кемском поселке, то есть там мы тоже восстановили ее, привели в божеский вид Договорились с округом, они помогли нам с освещением То есть там можно играть круглый год, там это все А на каких площадках проходит сам турнир? Где вы играете? Место, может быть, что пришли люди, поболели, поддержали своих близких? Ну, вот кроме того, что мы их, скажем так, ремонтируем Мы бы хотели, чтобы они действительно не простаивали То есть когда ты едешь мимо и видишь, что там это все динамично и ярко происходит Тогда тебе становится интересно самому И поэтому турниры мы стараемся делать на разных площадках Как раз таким образом их популяризировать Таким образом, чтобы дети из соседних дворов видели, да, что это востребовано Чтобы пришли поболеть за своих там старших, более опытных участников Ну и на завтра сами пришли и стали играть Вот 15 августа где будет турнир? На какой площадке? 15 августа будет на Полярной 2 Это площадка МЧС Рядом с частью ПЧ-4 Во сколько начнется и куда? И кто может прийти поболеть? С 10 мы уже начнем играть В 11 будет торжественное открытие Ну и баталии продлятся до вечера Я думаю, что самая развязка после 15 часов будет довольно интересная Я вчера сходил в церковь, поставил свечку Надеюсь, что погода будет хорошая Вот только хотел спросить, матч состоится в любую погоду? Ну матч в любом случае состоится в любую погоду Конечно, когда дождь, на деревянных площадках нам играть несколько сложно Но тем не менее энтузиазм у игроков не убывает Ну и они, конечно же, в равных условиях Поэтому и каждый там скользит, каждый подскальзывает и падает Я думаю, что игра становится даже интереснее Ну главное, чтобы без травм Да, вот это самое важное У нас в каждом открытии мы объявляем о том, чтобы у нас Желаем всем, чтобы не было травматизма Можно ли еще заявиться на соломбольский мяч или как проходит формирование списка команд? То есть куда обратиться тем, кто захочет поучаствовать? Ну вот еще раз, страничка футбол-солом была в ВКонтакте Туда можно в любое время зайти, написать свою заявку Я думаю, что мы как организаторы можем, если уж кому-то очень хочется, конечно, включим Еще раз повторюсь, мы проводим это все на таком дворовом бытовом уровне Поэтому все довольно лояльно Особенно, когда прибегает последний момент с высунутым языком школьники соседней школы И говорят, что мы забыли Бывает, что на коленке что-то переписывается Конечно, не очень удобно для организаторов Но так или иначе это тоже иногда происходит Ну и традиционный журналистский вопрос Есть ли планы по развитию соломбольского мяча, может быть, выйти за пределы округа? Ну, вы знаете, я вот сейчас рассказал об многих наших задачах Об многих наших чаяниях, желаниях Еще одно, мое личное, да Мне бы хотелось, чтобы, глядя на нас, люди в соседних округах, делали то же самое Я не думаю, что это сложно, я не думаю, что это занимает много времени, да Повсеместно есть, опять же, напомню, что поддержка со стороны руководства Области, руководства города Про социально значимые мероприятия не забывают Детский спорт у нас во главе угла И партии разные поддерживают эти мероприятия всегда Поэтому для нас очень важно, чтобы это все тиражировалось и популяризировалось Мы, безусловно, и рассказываем, и объясняем, и консультируем наших коллег Наших знакомых, друзей, просто людей, которым это интересно И хочу отметить, что этот позитивный опыт, он идет То есть некое движение набирает силу Ну, может быть, это мы просто стали замечать, участвуя в этом Но, тем не менее, во многих округах, я знаю, на сегодня Проводятся такие же дворовые турниры Туда выходят простые ребята, играют, получают удовольствие И заряжается энергией То есть, на мой взгляд, это замечательный пример той самой социальной ответственности Бизнеса, о которой много говорится в последнее время Ну, думаю, что да То есть, кроме цели зарабатывания денег, наверное, что-то надо делать для души Ну, вот, пусть это можно назвать моим хобби, пусть это будет для души Пусть это будет то, что мне нравится Ну, и замечательно, вы делаете для души, а люди получают какой-то импульс для тела Поскольку все-таки мы говорим о футболе Конечно, конечно Спасибо большое, что пришли к нам на программу Спасибо О футболе, который помогает осуществлять благие дела Рассказал председатель Совета региональной ассоциации Инициатив развития малого и среднего предпринимательства Директор компании «Интерстрой» Организатор турнира «Соломбальский мяч» Сергей Дерябин На этом программа подошла к концу Всего доброго и до встречи в эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!